Завтра отпразднует свое 90-летие Иван Андреевич Чаранев, ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Афанасьевском районе. О военных годах ветеран рассказал Кириллу Солетину. Нефтебазл замаскировали немцы. Как пытались, как пытались, никак не могли определить. Потому что мы из этого нефтебаза сделали, просто пошел в двухэтажные дома. В 1942 году, в 18 лет, Иван Чаранев отправился на войну. Попал в первый отдельный маскировочный батальон в Москву. В прямых столкновениях с врагом участвовать не пришлось. Батальон занимался маскировкой военных объектов и созданием ложных аэродромов, скоплений танков и живой силы. На чеху самолеты бомбардировщики бомбят вовсю, если определяться, действительно, база или военный склад, или что-то, что такое. Обязательно. Стратегически важные объекты маскировали просто выкрашенной марлей. В Москве Иван Чаранев прослужил два года. Это время ему запомнилось очень хорошо. Очень сильно бомбили первые годы. Очень много народу погибло. Не дай бог. А мы, большинство, находились в здании, это ломают, валятся. Большинство народов – это метро. В 1944 году батальон перебросили в Украину. По пути эшелон подвергся бомбардировке. Иван Чаранев получил ранение в голову. Начали бомбить, так, ой, ой, ой. И сколько там боеприпасов, это все зверели. И танки, и брезентами были закрыты тоже, туда-сюда. А мы все выскакали, командиры кричат, матерятся, скорее убирайся. Мы куда, камыш, куда, лес, куда, кто мог. Тогда меня ранило. После выздоровления служил в Украине на военном заводе. Потом участвовал в столкновениях с бандами бандеровцев. Закончил службу в Днепропетровске в 1946 году. Где-то в Юнире, домой ехали, так, здесь по Волоку, там, малина, красным-красно, так, шеели, никогда не забудут. Пришли, стали стучаться, но Маша никак не пускает, боится, одна жила так. Она выскочила с соседям, звать что-то. Пришли незнакомые, отпущатся, не пускать нас. Павел Кирилевич был, да там две старухи были, пришли. Это же Иван, Иван пришел, вы что, что-то скажете, не пускайте. Брат Ивана Андреевича почти год провел в госпитале, получил серьезную рану. Отец погиб. Сегодня Иван Чаранев, несмотря на свои 90, до сих пор содержит небольшое хозяйство, кур и овец. Говорит, пока могу ходить, буду работать. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.